Ну что же, возвращаемся в эфир. И последняя карта сегодняшнего дня. У нас Короли против Бесткоуст. Решающая карта. Матч за третье место. Переигровки. У микрофона Мила и Инмейт. Здорово, здорово, чат. Здорово, Мила. Так, у нас Тайдхантер Снефаер ДК от Королей и Марс Элина от Бесткоуст. Вот такой раздрафт. Нормальный, играбельный. Как тебе ДК? Ну, в некоторых случаях неплохо звучит. То есть я понимаю, когда его берут, были ли игры, где я видел, что он там, знаешь, типа 7 уровень, 4 пассивка, и во время вся команда противника фокусит. Но в целом большие его фанаты, ребята из V-Gaming, и сегодня вот они не отобрались в 1-й дивизион. Поэтому показывает он свой не лучший перформанс в этом цикле DPC в рамках СНГ. Но я думаю, что можно придумать, как он будет работать. Потому что если вдруг удается, типа, нормально как двигаться по карте, дожить до вот этого 18 уровня, до Черного Дракона, то вроде как герой крайне крепкий. Поэтому я думаю, что, возможно, идеальное какое-то вот исполнение. Просто там еще предстоит убедить, и пока что мы его не распробовали, не раскрыли, не нашли. Так, опять Висперу отдают Марса, Лина у нас будет в мид для Крис Лака, и Bloodseeker будет как раз для новичка, для замены Бесткоуст. С ним получилось выиграть, почему бы не попробовать его еще раз. Я всегда говорю, что мне не очень нравится сикер на первую позицию, если нет героя, который потенциально может в лейте нанести так же много урона и бить с руки. И вот как раз Лина для меня это, наверное, чуть ли не идеальный кандидат под сикера. Либо Лина, ну еще мне нравится, честно говоря, темпларочка. Добирает себе шаду демона, пока драфт Бесткоуст выглядит очень здорово. И под сейв есть, и инициация опять же. Даже не знаю, тут прям такое хорошо смотрится. Но у королей Снэпфайр и Тейтхантер тоже, в принципе, неплохо. И вот Драгонайт меня немного смущает. Они решили, короче, в плотности брать. Посмотри просто на героев. Смотрю, очень крепкие, да. Ну, по идее, Лина на слотах все равно это все может перебить. То есть, эти же ребятам надо будет где-то свой железо еще набирать. То есть, как карту расплетать. У тебя по итогу, типа, милишник, милишник, бабка, декад в ультимейте. И против этого всего дела, вот я вижу комбинацию марш шаду демон звучит хорошо. Сикер шаду демон звучит хорошо. Лина шаду демон звучит хорошо. То есть, я представляю, как они будут ходить и все это пробивать, это все убивать. Опять же, ты мне, по-моему, на прошлой игре говорила, что любишь, когда под Сикера есть какой-то герой, который лапки накинул, или позапрошлой игре, который всех убьет. И вот здесь, мне кажется, Лина это тот персонаж, которого ты искала. Да, я как раз ты говорила, что Лина это просто, ну, лучший герой под Сикера. Я просто лучший герой даже. Ну, он говорит, мне еще там парка, мне нравится. Но вот с Линой вообще просто очень хорошо. Тут и под Сейф какой-никакой есть, инициация. То есть, я вообще довольна драфтом без кост. Но короли решили ответить жиром, и это интересное на самом-то деле решение. То есть, у них есть тоже инициация, есть выживаемость. Попробуй ты этого Драгонайта и ВК, ДК попробуй пробей. А вот кого тогда бить? ДК ты не хочешь бить? ВК ты не хочешь бить? И ты такой смотришь на Тейдхантера, фокус у него, ну, он точно нажмет свой ревердж. Кого выбирать как главного героя для фокуса? Непонятно. Ну, как кого-то, ну, блин, я думаю, они по слотам посмотрят. Кого-то смогут выбрать. Ну, конечно. Вообще тяжело, конечно, подобрать. Типа что, давайте вот этого или вот этого. Я понимаю, что это все-таки не так работает, что там не так. Ты встречаешь, кого видишь первым, ты всегда стараешься его быстро кого-то и зафокусить. Но если ты там видишь, что несколько героев, вот тогда у тебя уже есть эти муки выбора, на кого же... Ну, я думаю, я могу их немножко решить. То есть, давай так, нет Тейдхантера, потому что он все скинет, то есть нужно много урона иметь. Не ВК, потому что у тебя нет моноберна, он встанет. Не ДК, потому что он бесполезный и жирный. Поэтому убьем Снэпфаер. Любым способом, а там дальше разберемся. На самом-то деле, как бы это ни звучало, здесь именно Снэпфаер вначале самый опасный герой. Потому что она очень-очень много урона может унести и достаточно быстро. Поэтому вероятнее всего, что пока можно убить только Снэпфаер. Сейчас короли, конечно, кого-то себе еще наберут, скорее всего, на пятую позицию. Кто это может быть в теории? Ну, потенциально, опять же, какой-то Вивер вполне может зайти. Потенциально. Он же не в бане. Почему бы и нет. Вивер, конечно, против Сикера не любит играть, но что уж поделать. Что-то придумают. Можно взять какую-то еще дополнительную. Ну, в принципе, нет. У них как раз вот три жирнича. Должны они взять что-то такое вот... А-ля как Бэйна банят, даже Героса банят. Вот такие герои действительно бы хорошо заходили. Сайл... А, Сайлансер в бане уже. Вивер тоже в бане, да? Что ж такое-то, а? Может, опять Леон какой-то? Может быть. Непонятно. Кого-то хочется увидеть. Непонятно реально кого. Дизраптор, возможно, для королей в целом. Тоже достаточно хороший герой на стадии лайнинга. Плюс и по игре, если у тебя... Можно какой-то пуш-потенциал попробовать придумать. ДП. Придумали пуш-потенциал, только вот... Сойдет. А ты, кстати, помнишь, мы сегодня с тобой говорили про ДП-тройку. Много обсуждаем. Но здесь Марс, Лина, ДП, Сикер. Это очень похоже на ДП-пятерку. Да, похоже. Ее мы тоже сегодня обсуждали. Я еще спрашивал, типа, как у вас оно тут... Нормально с этим всем? Ты говоришь. Да нет, так не бывает. Не берут. Ну, один раз брали ДП-пятерку. И то я тебе рассказывал, что... Нет, нет, я сказала, что... Нет, ты рассказывал про ДП-тройку. А, может быть. А я сказала, что, помни, только ДП-пятерку один раз брали. По-моему, даже, может, и Бесткова забрали. Там либо Тандер, либо Бесты могли взять что-то в таком духе. Потому что остальные команды как-то ее еще не очень любят. Уже слишком много матчей было, чтобы помнить все игры. Особенно если это было еще до Нового года. Хотя это, по-моему, было после Нового года. До Нового года у меня в каждом драфте Миндуза была. Аппарат. Ну, не знаю, типа, для закрывающей 24-го, конечно, история такая стена. Но они к этому шли долго, потому что показали трехкоров довольно рано. Ну, давай так, ДП-мид. Вот что я вижу. Села ДП на мид. Марс оффлайн. И Ли на 4. То есть Скофилд на Лине будет сегодня играть. Показывает нам такого замечательного персонажа в такой необычной среде. Ну, а жаль. Честно, она рассчитывала, что мид пойдет Лина. Ну, ДП вроде под лапками тоже нормально наваливает. Могу представить, что она что-то будет делать, как это будет работать. И в целом, опять же, ДП... Ну, тут ты говоришь, типа, 3 я имею лишнее, как убивать, там все дела, все жирные. Вот этот герой вроде как вообще сразу на все вопросы отвечает. Согласна, да. Реально все умеет и все умеет. То есть... По идее, должно работать. Даже под сейф у нее есть. Потому что, если реально же помнишь, вот это была мета с ДП. Она, на самом деле, уже достаточно давно была. Но ДП никто не брал без какого-то хорошего под сейфа. А сейчас такая ситуация, когда ДП не всегда себе собирает юл. И вполне себе с Шадоу Демоном смотрится достойно. Ну и против, да, милишников, таких плотничей, скажем так, ДП действительно смотрится. Плюс пуш-потенциал появился какой-никакой. На самом деле, даже неплохой пуш-потенциал. Ну, с другой стороны, и у Королей есть пуш-потенциал за счет Драгон Найта. Так-то и ВК со своими работягами. Я думаю, что все равно выиграют ребята из Бесткост. Очень уж мне нравится этот ДП. Да, посмотрим, что думают наши партнеры из Винлайна. На матч 1.33 на Бесткост 2.90 на Королей. 1.33 на третью карту 2.90. Ну, соответственно, опять же, на Бесткост 1.33, на Королей 2.90. Например, так и думаю. Ну, не знаю, еще типа 2.90. Все равно хочется сказать, что вот те игры, в которых, вот как мне видится, вот да, все равно 1.87 и 1.7, потому что они уже показали 1.1. Они уже сыграли и в одну, и в другую сторону, и там, и там взамен. Ну, то есть, знаешь, более равная ситуация, и тяжело себе это представить. Разбредаются команды, сейчас будет встреча, хорошо выходят. И ШТ просто развинулся с ними, не подсветил, и вся остальная команда сейчас очень крепко подставляется. Минус Скофилд. Дальше зимы по всему от Сикер, его бодиблочит. Очень круто бодиблочит. Просто несколько секунд выиграть, чтобы был еще какой-то дополнительный контроль. У нас еще 5 секунд, а есть замедло. 2 секунды 100 на 1. Здесь поляна, есть стан, минус 2. Такое 3 пришел на ДП, говорит имени втащите. Ну, че, есть с чем? Гаш, вообще есть. На самом деле, я не знаю, почему они не заметят так, что тут демон сверху. Они на Желуде воно могут переключиться такими темпами? Да, должны, мне кажется, значит, ДК убьют, да? А зачем? Зачем они так решили? В итоге расплетались, что-то ВК ушел. Реально, вполне было с его подстану убить еще и героя. В итоге 2-2. Жесть какая! Что это происходит? То есть, ДП, посмотри, да, то есть, ребята выходят в пятером, делают нереальные крутоты и мув, противник подставляется, ты можешь вместе отойти, ты можешь вместе продолжать. По итогу приходит ДП, забирает одного, забирает Шадоу Демона 2-го, стартуем с плюс-деньгами и вообще отлично себя чувствуем. То есть, если бы не Ферзблад, без Кост, с этого бы мува, противников пятером реально бы уже бы игру выиграли. Уже бы, да, выиграли. Тут я про королей. То есть, это как вообще такой... Притом такой очевидный момент, когда они действительно очень легко убивали Шадоу Демона, вот прям очень легко. Какая разница? Уже там ДП, не ДП, ДП. Там еще с Фериком была, Шадоу Демона проще было забрать, может, потому что сапог был. Я не знаю, с чем это было связано. Но там уже ДК был на топе, смогли, ладно. Так, я, наверное, еще полез сейчас на трансляцию, потому что, если я правильно увидел, то они еще и танго противника свистнули как-то. Так. Я подняю... Дэда крутится через пять минут до этого момента. Если ты ДП показываешь, я посмотрю. Но пока что 2-2. Пока что ничего не предвещает больше биты, чем она уже случилась. Хорошо. Ну, давайте сначала по линиям здесь пока пройдемся. Посмотрим, что у нас. У нас ВК и аппарат против Лины и Марса. Лина должна очень хорошо размениваться с аппаратом, на самом-то деле. Особенно с левелом. Вообще, герой очень сильный вот для того, чтобы как раз гонять таких саппортов. И аппарат он никак не ответит каким-то станом. Конечно, вот на линии можно напрягать Марса, но с Линой ему воевать будет сложно, разве что Лина будет промахиваться вот так вот станами. Тогда, конечно, шанс появится. На топе Сикер. Что-то у Демон против Тайтхантера и Снэпфайр. На самом деле, Снэпка и Тайт вполне себе неплохая линия. Тем более, я вижу, что... А, Тайтхантер изначально же для Фрестблада качался агрессивно вот с Гашем. И, соответственно, Сикера можно под Минус Армором тут пробивать со Снэпфайр. Что и происходит, пока что Демон занимается отводами. Так, пока он занимается отводами, посмотри на секундочку в центр, где ДК стоит. Купил две гантели, купил брасерочек, купил топорик. У него 73 плюс топор атаки, да? То есть он 12, по идее. То есть 85. Прежде ДП, которая под Дыханием стоит, у нее 47 урона. И из-за этого 14-2 ДК, опять 1 ДП. Парадушка по крипам просто нереальная, но параллельно у нас умирает бабка. Сигер продолжает набирать обороты, и это был так-то соло фраг у него. Ну, они что-то демон тоже нанесли какой-то урон. Ну, какой-то, ну, то есть я про то, что это был просто поезда, и... На этом все, то есть его задача была какая-то, то есть там была атака, он спрятал, поездок ел и просто ушел. И Сигер такой, типа, все, вырываясь, поляну положил, и считай, что... Он реально вот из 660 хп 460 нанесся. Добивочных. Вот 651 у него с урона, если что-то 60 хпп бабки, вот это и так. Это можно сказать, что он в соло, то есть шедев, клавиш, понажимал, но импакта было от него не настолько много. Блокам, 14 скрипов, Сигера 16, ну, блока фрагов нет, а вот у Сигера имеется, так что по надворцу у Сигера ситуация будет получше. ДК с ДП я боюсь даже сравнивать, там разница в КСе ровно в два раза. Тед Хантера сравним с Марсом, уже у Марса имеется доминация, но этого я говорила, это сигнатурка Виспера, поэтому он не точно знает, как исполнять и что... Как стоять на них. Как там у бабки большие проблемы, мне кажется, опять нормально было, на печеньку. Крутая печенька, действительно, да. Так что живет, да. Прочитал, куда это заедет, можно было себя, наверное, нажать и просто выпрыгнуть и не париться, на вишене захотелось расстанеть. На нее с урон. Там просто он дроплечит с того, что вывели далеко крипов на отвод, и медведевый пушитель бахнул под себя, и в итоге это всегда медлилось, много урона будут туда и тогда. Проблемы могли бы быть у аппарата, но не дерево, которого можно было прибить. Так, у нас миди погибает ДК в размен на ДП, но это соло было ДП. Снэпфайра прилетела на ДЭФ, и она, конечно, забрала ДП, но ДП очень много получилось с этого. То есть теперь то, что она все отставала по Нетворцу, она не вернула, но она по левелу апгрейднулась неплохо так. Здесь вот еще нет шестого уровня у ДК, а у ДП как раз он уже имеется. Лина с этого демона идут мстить. Я сейчас ДК забрать, а у них шансы очень хорошие. ДП подрубает экзорцизм. Станчик от Лины пошел вовремя. Ну и пойдут ли дальше? Печенька, печенька у нас от снэпки, сюда прилетит аппарат. Можно на самом деле забить уже на ДК. Можно переключаться просто на аппарат, на аппарат и переключаться. Там польза доел. Польза шеду демона висела, и просто хватил дэмиджер. То есть они и ДК забрали, и аппарата, и спитрихер. И уже ДП работает, и сейчас еще до полышки можно будет съесть. Катапульта есть, приходится использовать глиф. Ну, может сказать, только что это довольно жестко, что вот так вот в центре реально, если бы... Ну, если никто не бьет, я не реально могу сейчас потерять. На 7 минуте. Я такого не знаю, сколько лет уже не видел, мне кажется. Какая-то бруда, наверное, надо так делала. Под 6 уровень играла паучков съедала. Они реальности взяли и сломали. Да, все, дина, никого там ничего нет. Герои подошли слишком поздно. А ДК так и не получил свой вот этот 6-го, только сейчас, да? И, собственно, у нас ДП опережает ДК в итоге на один уровень. Ну, Крис Лак... Вообще, мне нравится, как отыгрывает мини, да? Ну, Крис Лак по семье, конечно. Да, ну, у него герой получше, давай начнем с этого. Но то, как он его использовал, это реально бомба. Учитывая старты. Смотри, у нас убивают сверху Тайтхантера, ДП с МВС заходит. Я думаю, что у аппарата большие проблемы с тем, что у него заканчивается ХП, и он умирает. Еще минус 2. Ну, и вот этих бискост я уже начинаю узнавать. Ну, вот это 2000 на седьмой минуте, да. По ту же минуту, под те же выходы катапульт, еще и сверху. Посмотри, Сикер за вышкой, ХП бесконечное, просто проели полтавра. Не в своей сложной, да, типа, а в своей легкой, где вообще обычная вышка падает одной из последних. А посмотри на то, что думает Дота. Уже? Нет, ну, просто посмотри, да. Сидеть на 41-ти куда в пользу Теханков. Интересно, да. Сейчас ты помогла забрать. Сифоны вроде работают, продувочка Сикера забирают. Три секунды. Все равно все хорошо. Да. Что дема только что, и дема погиб. Ну, слушай, возможно, она так считает, потому что ВК, типа, качармлетом, купил все дела. То есть, это же все вот эти стартовые фраги на самом деле не так сильно влияют на игру, как первые какие-то полезные действия по, там, Рошана, по всем прочим. Потому что сейчас первую вышку в центре сломал, типа, крипы вот здесь. Очень тяжело их фармить. Лиды выходят, но это очень опасно. Территория была бы у противника, там, по квапа, что-нибудь, они просто бы ходили, вот, наказывали героя, который, если оказывать, кончить шторм. Поэтому можно подумать, что Дота что-то знает. Но пока ситуация 4 на 8, при старте 2-2, очень много фрагов было сделано, очень крутые мувы от Крисла, Камысто выделил, он не умер в итоге, да, 4-1-2 счета, только там, на соло фраге, сейчас сверху нападение, под 5 Тедхантер, он жмет ульту под ДД и готов заходить. И тут, кстати, что Деван это заберут, но в размену у нас ДП пошла на аппараты, мне еще посмотреть на Драгонайт. Драгонайт. ДК, наверное, умрет. Тедхантер тоже умер, ну, наверное, потому что тяжело убежать от Сикера. Вот, но самое смешное, это то, как ДП с ультимейтом, с ДД выходит на аппарат и просто дает сварму в молоко и не попадает, и он выживает из-за этого. То есть могло быть 3 в 0, разве в итоге будет 2 в 0. Это мы с тобой виноваты, похвалили Крислака. Ну, получается, что так, давай там уж похвалим его еще раз, чтобы эта игра получилась менее однокалиточной, поэтому Крислак, молодец, красавчик, держай, давай, давай, давай. А мы, знаешь, про что забыли? Мы забыли, что все это время Марс спокойненько стоял, фармил, и у него, ну, все очень хорошо. Фармал, очевидно, это опять же Виспер через быстрый блинк, это опять у нас будет еще герой, который будет всегда инициироваться, он на первом месте по Нетворсу, то есть его никто, ему дают время, чтобы он этот самый блинк купил. На топе вообще замесы не прекращаются, Дина сейчас очень покоцанная, не должна отсюда уходить, ее, конечно же, наказывают, Сикер. Убегает, Тайт Хантера в итоге не добили, Тайт Хантера очень покоцанная. Ну, можно исправить, но там бабка шестая и Тайт Хантера соля выжил. Я думаю, что лезть туда пока не особо хочется. Хотя вообще, да, что Тайт Хантера проход с него штикер подсвечивает. Реальность всегда можно словить какую-нибудь обилку издалека, который ты не видишь. Поэтому очень неаккуратно играют. Смакуются, посмотришь. Жесткие. Уже Доту довели 50 на 50 и продолжают, и продолжают действовать. Надо фармить, вышки ломать. Втроем живем с МОК и идем на ДП. И... Ульта ДК есть, не жмет. В инвизио просто не стал ставить. В итоге ДП отошла. Хорошо. ДП будет жить. Марс Блинк себе уже несет. И это значит, что прямо сейчас будут смоки. Виспер ждет, ждет, пока долетит ему Блинк. Все, Блинк прилетел. Сейчас будет фокус по Драгонайтам. Сейчас просто Виспер запрыгнет, даст копье, попадет в копье. Млина Станц, задувка от ДП. Ну, очевидно, очевидно. Тут все очень просто. Снэпфайр пошел. Утимейт от аппарата. У нас точно уворачивается у нас. ДП заберзает, правда, но это не критично. Не критично. Сейчас еще может стернуть фраг. Да, она так и поступает. Она забирает, пусть и саппорта, но в любом случае... Это лишние деньги, да? Хуже не будет. Ну, и в итоге посмотри, какой ДК получается. ДК получается 1,5,3. Я хотела сказать, что для Мини это его герои это, не знаю, Эмбер, Шторм, Клопа, такие персонажи, которые... Обводь спириты, мобильные, с которыми ты можешь как-то ворваться, добить кого-то, уйти, что-то в этом духе сделать. Здесь же у него ДК, и ты, конечно, плотный, но тебе... Ты все равно зависишь от команды. Ты все равно... Ты плотность, это, конечно, замечательно, но не когда-то там постоянно встречаешь четырех героев, которые на тебя выходят. И тем самым... И плюс, у ДК есть очень серьезный минус, который мы с тобой не обсуждали. Вот мы видим, что ДК себе собирает, он 1700 п, два брейсера, он входит, блин... Да, 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 купи-даггер, и у него не будет ни урона, ничего. То есть, опять же, наши ребята в такой ситуации... Хотя бармле сначала делают. Вроде не очень много, ну, хотя бы что-то. То есть, можно напасть, вот саппорт убить, здесь реально будет тяжеловато. Попытка была от ВК что-то сделать, в итоге досекирована, просто не успел добежать. И уже летит сюда Марс. Две секунды до арены, одна, будет не закрывать, прыгает, просто прибивает, ДП на травалах уже летит сюда, ульта Шедоу Демона, но первый раз они улья Хоггеля. Они еще не добили, показалось, 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 нет, ну, все-таки добивают Прайс Кинга, ну, и Тайдхантер Рэвэдж забирают, в итоге у нас ДП, ультиматик аппарата, погибает Шедоу Демон, а арену Марс так и не поставил. Просто очень много телепортов было, и решил, что драться здесь не стоит, судя по всему. Его условно не видно, то есть можно попробовать напасть просто еще раз, но опять же, первое правило, они мы не фокусим, да, помнишь? Договаривались? Не фокусим ВК, потому что он встанет, не фокусим ВК, потому что он срок встанет. Здесь получилось зафокусить ВК первый раз, но со вторым уже возникли определенного рода проблемы, ищут Драгонайт, Драгонайт на тройке, Драгонайт на тройке. У них вард стоит. Мне показалось, по крайней мере, так, секундочку, может не видят, не, не видят, это центрики, слева и справа, везде центрики. Ух, ладно, пока он, а нет, не перерыв, сейчас ДК на идут, у нас ставится арена, копье, задувка, Лина сейчас будет лагуна, можно и без лагуна, поняла. Даже без лагуны, но, как я уже говорила, четырех героев, когда ты встречаешь, твоя плотность не имеет никакого значения. Это, еще не все косты были, даны, которые, в принципе, возможно были. Просто ДК 1.6. Поставила снэпка здесь вард, сэнтри, если это сейчас, это будет очень забавно, сейчас просто шадоу демо сразу же снесет этот вард, только поставили. Ну вот, кстати, вот это от снэпки был не очень хороший мув, потому что ты знаешь, что только что здесь погиб той ДК, ты знаешь, что там еще оппоненты твои на тройке находятся, и очень вероятно, что если ты сейчас поставишь вард, что его просто снесут. И вот здесь, короче, снэпка сама виновата в этой ситуации, так что, даже не скажешь, что шадоу демо молодец, он, конечно, молодец, но снэпфайр свой вард подставила. Так, тайтхантер, тайтхантер у нас через худ, арена в тулдауне, Whisper подставляется, на самом деле, под Несармором, императором аппарата, его можно забрать, и снэпфайр не жалеет, просто, просто все, они все свои кнопки прожали. Это был Каспейн Джакира. Типа и огонь, и лед все закинули, что было. Да. Так вот, в очередной раз собрался первым слотом дайдер, и надо идти, типа, правильно отыгрывать как-то с командой, а вот у них... Ну, честно говоря, у него просто... Кроме жилых кипит, да, и они постоянно просто отнесутся, воюют, и в итоге, ну, не закрывают в ноль, а все время не входит размен, получается. И вот у нас с тобой уже всего 3000 перевес, хотя было больше, и... Дота, конечно, все-таки сейчас уже на стороне... Точнее, остался стороне этих королей, но... 58 на 42 не самый плохой результат. Так, ДП нажала ульт и летит вверх. Будет драка. Бедный ДК. Бедный аппарат. Так, хорошо, сейчас сначала ДП решила, что аппарата важно убить. ДК добиваю, здесь и так, улетает у нас с ультимейта, в принципе, двух героев забрали, и, если я не ошибаюсь, ДП подрубила экзорцизм под аркейн-руной. Там просто у нее было, аркейн-руна длилась, там еще оставалось где-то процентов 20, вот не увидела, успела, может быть, или нет. Ну, можем прочекать очень просто, смотри. Длительность 35 секунд, кулдаун 150, то есть по окончанию у нее должно было быть 115 секунд кулдауна, но у нее было 70, поэтому очевидно, что да. Да, это просто вышло совсем идеально, но смотри, какой вижен у без коста это я уже хотела его отметить. Теперь проставили в том месте, где-то раз не получилось, видят в ВК, но не знаю, значит, а вы вкусили или нет. Решили не лезть, хотя... Или решили лезть. Солена так, подстанила. Забрала катапульту, да, не стала ничего там выдумывать, но ВК-то нормальный сайт набирает, опять же, ВК против Сикера в Ройс, как неплохой сетап. Нужны БКБшки, НДП, БКБшка на Марсе, БКБшка на Сикере, и вот в три БКБшки заходишь, Титхантер ничего не делает, Сэпка ничего не делает, и можно уверенно проводить файты. Сейчас, конечно, опасно, потому что этот вот арбуз и арбузит тебя и всю твою команду. Сикер сейчас, возможно, по гейме, но даже невозможно, а точно по гейме. Рэвджи даже не тратить не стали. Когда прилетела... Тычка последняя. Тычка. Там, кстати, было так близко, на самом-то деле. Были бы какие-то стики у Сикера, но их не было. И для тиммейта, которые что угодно бы кидали. Реально, любая мелочь бы спасла. Но мелочи не было, БКБ пределы, чуть-чуть поздновато. Опять же, была прилетельная, но прилетела бы на полсекунды раньше. Он бы нажал и не получил стан. Прилетела на полсекунды позже, он бы не нажал его и не потратил бы секунду. Что-то бы в любом случае было бы плюс. Было бы лучше, чем получилось сейчас. Что нам Дота говорит? Дота говорит 52%. То есть до сих пор еще есть вера в королей, в миди, цепляет Эдхантера, печенька пошла, Марс, Арена, Снэпая, у нас запрыгивает Драгонайт, станчик, хорошо, Шаду, Демон, отличный под сейв, просто потому что тогда еще и ультимейт от аппарата залетел и иначе бы скорее всего виспера забрали. аппарат погибает, преследует Эдхантер, Эдхантер под сифоном замедляется, ускоряется ДП, ну и задувка, задувка, это минус дайт. Снэпая погибает скорее всего тоже, хотя, хотя, здесь еще поляна от Сикера, нет, все-таки Снэпая смогла отойти, байбэк от аппарата испугал жестко, жестко, они просто спустились в бег. Учего, ну ради ультимой тоже тренинг, еще не понятно. Худший герой прибыл, все бежим-бежим-бежим. Конечно же, виспо какого-то байбэк боишься, там ли что-то такое. Он хотя бы захили, да, то есть здесь не шарда, там не сильного, реально вот ничего, но посчитали, что не особо надо. Лина, Соло, Соло, а тут просто не простил. На самом деле, вот я смеюсь, по большей части 300 золота так получил, ну, считай, на халяву. И Лина, это такой герой, который от артефактов хороших зависит. Если потом, из-за того, что она в саппорт, и слотов каких-то не будет, лишних, то забирать ее, так будут постоянно. Пока у нее только линзы, и вот следующим артефактом выбирает Юл, заход на Рошана, что ДП, в кулдаун, у ДП экзорциз, и, соответственно, Рошана заберут с дезолятором без особых проблем, плюс у нас армор от Тайкантера, Рошан падает быстро. Ну и неужели, просто отдают, неужели Марс не заправит. Все в кулдауне, все в кулдауне, а именно уль ДП, и без него, видимо, вообще не хотят никуда идти. Я их понимаю, на самом деле, прекрасно. Это реально сейчас их самое главное боевая билка. Ну, на самом деле... Был бы не Сигер, а другой какой-то герой, знаешь, там формата Урса, там, если лавссиллер, который вот может прийти, вот есть этих ребят. Но его нет, играем от ульта ДП, ульта ДП в кулдауне, значит, даем Рошана. Вполне нормальный план. Учитывая, что у Тайкантера тоже реводж был в кулдауне, то есть еще как-то можно было, я подумала, с Марсом его ареной повоевать, но не повоевали. Решили более на Верочку сыграть, мы не знали, что-то уже сколько у Рошана, если бы забрал ВК этот Аегис, там попробуй вообще что-то сделай. И в итоге у нас, да, Аегис на ВК. Хорошо, Марс прилетает, здесь ВК находится, здесь Снемфаер также есть, промахивается Виспер копьем. Тайкантер, в принципе, недалеко находится, реводж буквально через пару секунд, но решили подфармить. Кстати, ДП все-таки собрала именно Юл, так что есть у нее какой-нибудь никакой сейф. Следующим артефактом выбирает себе Кристаллак Плакенбар. Дальше, возможно, Шива какая-то появится, возможно, вариантов, честно говоря, много. ДП в последнее время это Ганимы отказываются. Шарс. Шарс сильный. Это сам по поводу Марса, который промазал. Возможно, он хотел в крипов, типа убить в крипов, пачек, тогда вроде попал по ним. Но это надо, надо понять, на самом деле, что он больше ходил, потому что я не понял. И вот в итоге он прилетел, время кучу потратил, крипов убил, и сейчас вышка снова в опасности, нужно снова это делать. Ну, выглядит, как будто реально хотел крипов. Сейчас он их переаграл, кинул копье. Да-да-да. дал дэмэджи, то есть, не пытается спорюбить, просто чтобы не было никого, кто бил бы вышку, кроме ВК. А с ним одним, с двумя жизнями, я думаю, воевать все равно желающих мало, и он это понимает, и просто тратит свой хп, дала бы вы вышку. Ну, и тем более, сейчас наконец-то дают время пофармить Даргонайту, то есть, вот сейчас кинги играют четвером, и просто дают фарм для мини, потому что для него фарм очень важен. Он даже без какой-то Белокимбара до сих пор, то есть, вот сейчас он собирает БКБ, и с БКБ все-таки уже заставит себя уважать, и так далее. Итак, у нас начинается замес, арена, забрали аппарата, переключаться будем на Тейтхантера, Тейтхантер, фут, получает Раптуру, Раптура, был пытается уйти с помощью телепорта, но это такой наивный был телепорт, я бы так же так сказала. Забирают его без проблем, даблкил для Марса, подфидонили немного, не сказать, что как-то прям совсем грустно, но тем не менее, погибает Тейтхантер, тут все-таки тоже третья позиция БКБ появляется на Деспрофит, сейчас она себе его принесет, кстати, смок поражали, БКБ есть у Марса, у ДП, у Сикера, то есть, три кор-героя на данный момент бестово с Блокенбарами, и мы сейчас пойдут, пойдут искать себе цель, и действительно, они ее находят, и это идеальная цель, у которого как раз нет Блокенбара, который еще не дофарм, сбивают тайминги для Мини, и его БКБшки, забирают его, и это еще один фраг для Преслака. подцепил, посмотри, еще Шадоу Демона у нас бабку, но у него нет ультимейта, чтобы продолжить замедление, и просто команда не успевает, зато бабку баганул, и теперь она очень, очень мило передвигается на двух передних лапах. Мне кажется, вот бабка, она настолько часто багается, и всегда по-разному. Ну, это уже реально какая-то фишка, скорее, чем баг. Ставится пауза, но, ребят, вы знаете, что я делаю во время паузы, как обычно. Не забывайте, что партнером в нашем трансляции является Хаэлла Джолиан Эксперт по зрелищным каткам. Хотите узнать больше, переходите по ссылке под трансляцией. И на самом деле это время посмотреть коэффициенты идеальные, только вот коэффициенты отсутствуют. Ну, ничего страшного, ребята, там много коэффициентов на другие игры, заходите на сайт онлайн. Опять же, ссылка под трансляцией, получайте 2000 бонус к депозиту, ставьте на Dov2 или на какие-то другие события, там их очень-очень много. Так, у нас вернулись в игру, кто там у нас отсутствовал? Да, да, на паузу не отжимается, и я даже не очень понимаю, типа вот, они ничего не сказали. А это нормально, здесь вообще ничего не говорят. Вообще, да, то есть у нас просто на секунду буквально, типа там подхолодишься, админ такой, типа в чем проблема? Да, я знаю, я знаю, я представляю. Тут мы по 15-20 минут можем сидеть спокойно. И самое забавное, что ты вот, если бы ты знал, что 20 минут, просто бы там включил заставку людям, музыку, как-то никто знает, что паузу написал, и все просто сидят, ждать. Так ты сидишь, и даже не знаешь, так что делать. они, если что-то еще напишут на языке, который ты маловероятно, что поймешь. спрашиваешь, ты спрашиваешь, спрашиваешь, в чем дело, говорят, секунду. О, все. Говорят, говорят, го. Отлично, не так долго, как могло быть. 23 минута, 11-20, 7000 за бестами, аегис у Верескинга будет действовать он еще, если не ошибаюсь, минута 20, минута 26. БКБ собирает следующим статом ВК. Бенни у ВК, в принципе, чувствует себя неплохо. Очень не хватало, наверное, после БКБ какой-то керас, и вообще уже ВК будет прям такой достойный уважения. Что у нас у Марса? У Марс, БКБ, Блинг, собирается бицеллятор, Лина, Лина, Юла, дальше выход в Shadow Blade. Shadow Blade на самом деле на линии не то чтобы одобряю, честно говоря. Ну, возможно, Сильвер потом пытается сделать и, знаешь, там, напален Dead Hunter, убил Dead Hunter. Хладение на Марса не успеет даже БКБ успевает. Успевает, успевает нажать БКБ, это, кстати, очень... Вот его должно быть спасти, то с этой ребятами он ушел. Там аппарат мультимейт потратил. Ну, как-то, может, разворачь подраться сферзать. 30 секунд против Оегис не очень хочется драться. Тем более, сейчас БКБ у Марса в кулдауне, они правильное решение принимают, что просто отходят. А с другой стороны, то есть, ну, какая-то разница, ВК вот одна, у него же с 2 или 3. Типа, все равно не хочешь убивать его первым, а убивать последнее потом. Даже если у них Оегис напасть, убить и пара, убить бабку, убить Эдхантера, убить ДК, а потом уже просто трижды убить в Рейс Кинга. Такие герои неплотные. Марс должен танковать своим лицом, а у него уже было пол ХП, не было БКБ, то есть, там уж не особо потанкуешь. Мне кажется, наверное, это все-таки правильно, что они, ну, развели на у тебя этот аппарат, там, не такой большой, как он. Так, Юл готов у Лины. Ну, и теперь уже Оегиса нет. Можно, в целом, куда-то да и сходить. Только вот куда. Потому что ДП на боте, но у нее Трвела прилетит, если что, куда нужно. Не понятно, там ДД у Росинга, то есть сейчас идти тоже не хочется. Ну, сидим, ждем дальше каких-то вот видимо, слотов, с которыми командующим наш типо год. Из интересного Саша Яша появилась у Секера. Ну, не знаю, по поводу Саша Яши, такой, вообще, артефакт считается более для разгона. Даже из какой-то Скади, может, интереснее смотрелось. Но, кстати, Скади он собирает. Скади он собирает, просто появится оно теперь чуть-чуть попозже. Аппарат собирает себе Форс, Снэпфайр, Соллор есть, собирает себе Блинк, Тейтхантер, ух, Тейтхантер хороший артефакт собирает, и, кстати, уже часть этого артефакта готова. Да, у нас сегодня одного такого Тейтхантера не хватило. Ну, действительно. Возможно, этот затащит, и причем, посмотри на Марса, который просто Гизоль, формата. Нет, жестко-жестко. Очень нагло играет, заняток вражеский лес, в Саиге суженит, еще нет. Дальше в полторы минуты они просто оккупировали вражеские лица и одни и вторые. Поменяли карту. Хантера видит снизу, можно напасть. Можно напасть, на самом деле, в такой ситуации было поагрессивнее на топе, как-то сыграть, но уже никого не видно. Тому же самого ВК, потому что на бот-то они прилететь могут, на топ немножко посложнее было бы перетянуться, но уже сразу ВК отступает ближе к Саиговой, можно так сказать, зоне, к своему треугольнику. Так, ДП может сейчас погибнуть, мидит, драгонает, прыгает, БКБ-шка, БКБ-шка пошла, арена от Марса, ну а теперь может на развороте, теперь кто как раз Аигиса нет. Она просто аппарат, а сифоны не работают. Очень аккуратнее, вот он реводж. Реводж очень неплохой. Не получилось, ее доесть, удойди живет, стейф от шеду демона еще, ну и минус 3. А теперь уже она и порегенится, может, на самом-то деле, как же живет Крис Лат и подсейвил его, шеду-де-мон шикарный, вообще кнопки идеально были прожитые, то есть там и Юл, в итоге Тайдхантер минус реводж, минус байбэк, и байбэк, ВК минус, драгонайт минус, то есть минус опять же 3 кора, и, ну, это прям очень сильный файт, вот сейчас, наверное... Еще и реген, нашла ДП, и на самом деле сильно повезло королям, что Рошан через минуту 40, то есть у него успеет даже реводж к началу где-то у этого файта за Рошана. Ну, все равно преимущество с забистами такое прям неплохое, то есть 13 тысяч для 28-й, и ты уже так смотришь, ВК до сих пор еще кажется опасным, ВК до сих пор кажется еще таким героем, который может выиграть, но вот драгонайт 1.9 с мида, это, конечно, не зря я так вот ругаю этого героя, просто очень сложно этому герою камбэкать, прям, если даже у тебя что-то не так пошло на шторме, условно, да, на линии какой-то, ты уходишь в леса на буквально там 5-6, у тебя все реабилитируется резко, потому что слишком хорошо там линам армии и так далее, пространство отдаётся, а линь дк, к сожалению, такой опции нет, мне очень сложно проявить себя на этом персонаже, ну, пытается, шпс, корфор, ну, просто маловато денег, то есть, плохо поставил вид, 6000 проигрывает дп, и вот оно, выливается в то, что за 6000 он бы реальных купил этот дэмэдж, который ему так нужен, там очень, то есть, по фарму, действительно, драгонайт был намного выше, то есть, мы говорили про криппы, по криппам, просто жесть какой был, ну, вот опять же, соло фраг, да, дп, потом перетяжка, от саппорта, убили дк, плюс аппарата, сломали вышку, его на шестой до седьмой, то есть, просто череда вот этих мастеранных мов, и потом, посмотри, сколько раз на него выходила команда соперника, просто убивала, у тебя дака счет 1-9, ну, конечно, страшно, то есть, продреда, когда он там, нарывой собирал, сколько лет, сутки ходили, тут 1-9, то есть, это почти то же самое, и это, и это не конец игры, я допускаю, что он успеет пару-тройку раз еще раз отъехать, наверное, вполне вероятно, так, у нас смог, преимущество, пока разговаривает до 15 тысяч выросло, подловили аппарату, убили все, нужно сразу же решать в этой ситуации, как бы не подловили еще кого-нибудь, ты поняла, нет, он еще убил курьера с гемом, который с аппарат, то есть, настолько идеальное убийство получилось, что и герои курьер, дороже, дороже, никого не могли сверху, да, это, сразу рошан, и 2-4, то есть, портанкупаться, даешь всю инфу, не покупаться, дальше шансов, шардом, сикек, он свой же купил, но я думаю, ДП очень рада, будет забрать второй себе, да, да, Айгис себе, шард себе, ну, все, отдали МДП, ну, честно говоря, мне кажется, что это правильное решение, потому что я уже видела, как ему отдавали Айгис, и не очень мне понравилось реализацию, надеюсь, что, да, ну, видишь, помнишь, тогда ему не отдавали Айгис, и тоже мне не понравилось, не, про то, что ему не отдавали, из расчета, что он умер, и стал бесполезен, будет, ДП что же самое, если она умерла, включив ульту, то встанет на без ульты, и сейчас смотри на этот Айгис, это будет, нет, нет, ну, неужели, нет, БКБ-шка, БКБ-шка на развороте еще, подрубает экзорцизм, хорошо, и тут пытается улететь, так, БКБ-шка, теперь приводится подрубать всем остальным, улетать, действительно экзорцизм, в итоге, в пустоту был потрачен, типа-типо жестко, там еще есть вариант аппарата, сейчас найти, да, ну, тоже бы по душе, поешь, они неспроста туда залетели, но он не понял, типа, если быстро бежал, быстро бежал, то души просто, я за тобой не заворачиваю, да, аппарат выживает, у которого не было телепорта, вышку съели Т2, еще 20 секунд, вышло весело, вышло достаточно весело, причем, был ровно не вопрос, почему прыгнул в ВК, и кинул стал, когда есть ДК, который вот без формы, он просто встанет или, ты не можешь, грубо говоря, почти не стыста, а у ВК, вот там реально летим, это вот лично, но сейчас будет рак, еще одна, подожди, а куда, с бабой раппанули, она прыгнула со всеми, вышло, вышло, вышло хорошо, потому что тикеры почти фокуснули, но почти, считайте, босифоны напугали абсолютно всех, а помнишь, у нас БКБшки-то в кулдауне, пригвоздили Драгонайта, виспер с Дизолем, поэтому он с ДК расправляется, теперь у Тайдхантера, могут быть проблемы, ВК, блинкаут, байбайкается у нас, снэпфайр, Марс отпрыгивает, каплю не самую лучшую, но аппарата просто разрывает, снэпфайр, ультимейт, выбивают Аегис у нас у Дез Профит, Тайдхантер без Реваджа, поэтому сейчас драться уже нет никакого смысла, в итоге они разменяли, считай, Аегис ДП, потому что больше, в принципе, у Гесткост никто не умер, в аппарата, байбэк аппарата, в снэпку, в Драгонайта, в Ревадж, и в ультимейт ВК, ВК сам же не умирал. Это очень жестко, и еще куда жестче, это то количество урона, которое носит Марс, по саппорту, потому что бабка стоит, стоит раз кончилась, аппарат стоит стоит, просто все ударщита, ты кончился, им реально не хватает, немножко, там на английском это стало звучит, дюрабилит его, в прочности. Но потом я подумал, что они, наверное, португальцы, все равно меня не поняли. Так, гугл-переводчик, давай, сейчас, сейчас этот будем просвещать с русского на португальский. Прочность. Форка. Хорошо, зашелся. Форки мне хватило, вот. Я не медведевый, передадим, она просветит их. Хорошо, я думал, что я буду уже абсолютно все равно, потому что, как только эта серия закончится, откупориваю шампанское, чем отмечать, все, мы в топ-4, все закончилось. Креслак, господи, Гектор уже так делает, потому что он в отличие от остальных понял, что эта серия для них глобально ничего не меняет. Но остальные реально стараются, за что им большой респект. То есть, мы видим, что это вот не какая-то там где по 20, которые они просто послевали, они реально сидят. Есть идея, есть план, как выиграть и уфармливаются герои. То есть, битва идет, история рассказывается. ДК у нас Shadow Blade. Никому не сможет. ДП еще. Линкетсферу, кстати, собрала. Я думала, что будет Шиво, но не настолько хорошо. Чтобы стан не залетал, ведьма. Но вообще, я считаю, что ты права в плане того, что армор какой-то дополнительный не повредит так точно. Потому что противника реально миллион минус физы. И дополнительный миллион физ урона под эту минус. Ну давай давай, Дизоль, Гаш, Лилдшредер, ничего не забыл. Медаль, когда грейжные. Там же можно увести героя противника просто в нереальные минуса. Тут даже, наверное, керасов хочет обостаться в плюсе. Поэтому очевидно, что самое большое количество эффективного здоровья, она получит именно не с увеличения хп пул, а с увеличения армора. Ну вот я так и подумала, но линку решила. Ну не знаю. Просто я не видела какого-то такого ультимейта, знаешь, а-ля Финс Грипп. И так у нас в падении на Драгонайта. И это минус БКБ. На самом деле, теперь они просто зайдут на хайграунд с экзорцизмом. Могут, но пока они жмут. Они же не видят противника. Но нет. Все-таки жмут. Все-таки жмут. Но вообще они не видели противника. Реально могли бы в ту же секунду бы обрести, допустим, там, реводж из Блинка и потом второй реводж. Рефреш, ты готов. Ага. А тут Линкин с верой. Ну да, его так просто. Поэтому надо прыгать с реводжем, который ты не можешь вздевать. Он в смоке, смотри, заходит в спину. Сейчас секси-фэд как бахнет. Время. Три, два, прыжок, реводж. Реводж, конечно, пошел. И еще один. Просто два героя были под БКБ, так что это было не особо страшно. ДБКБ был один, просто между первым и вторым реально долго думал, и герой вышел из стады и нажал БКБ. Это какой, Сикера? Сикера, да? А, ДПБ, он первый стал, ДПБ, ему нужно ворваться под дисрапшн, типа, чтобы она очнулась в реводже, но вот он долго думал первый раз, долго думал второй раз. Ну, экзерцизм закончился, спокойно себе отходит. У артистов, на Тайтхантера поменяли бараки, засевили, я думаю, что их, возможно, даже все устраивает, но доту это не устраивает, она и говорит, что 88 на 12 в пользу Бескост. Да. 2 900 сверху у нас УДП-шки, то есть она еще в теории, там может продать Боттл в Мэджикланд, потому что Мэджикланд уже вряд ли потребуется, ну, а Боттл еще как-то можно поносить для Сикера, в теории, как это дабл дэмэдж отдать, или та же самая Аркейн Руно, что в принципе приятно. Кираса, Кираса у ВК. У ВК еще минус армор, блин, это очень жестко. Минус армора много, при такой ситуации. Си 7 с дизоли, давай считать, 5 с Кирасой, правильно, своего родного больше нет. Это 12. Бабка вешает, сколько у нас? 6 армора Солара, да, 18. И по 0,75 за стак, на 6. Это 4,5, правильно? Да. 22,5 и Гаш у нас без талантов в следующем еще 6. Ну, типа тут никому не хватает. Тут ни одного героя нет, у которого будет плюсом. И на ДП в это падение она проверяет лицом это все. Хорошо, что есть сифоны, да? Хорошо, что она успела боковой прожарить? Что, 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 есть БКБ, если чего-то из-за этого не было, она бы здесь умирала. Но в итоге у нее есть легенда на фулове готова драться. БКБ, конечно, в кулдаве неприятно, но 4300 у нее есть. Так что можно подумать уже про фреш. Шарф все-таки но сушить 5 сифонов закинуть типа говорят это очень ей просто в ром случае нельзя встать подойдет аппарат если встал ничего не поможет. Но если не встал на самом деле сифон это баб потому что опять же все эти милишники ты просто бежишь они просто бегут но еще получают урон и периодически бегут обратно потому что пугают не за мне все таки до сих пор шила нравится но я не удивлюсь если честно что действительно появится у них поменял spider lex на клаку теперь у него еще инвест на 6 секунд есть причем приводили статистику этот спектрал как это правильно зовут который еще на инт ездил в в в студии помогать что у всех шмоток кстати refresh делает купила уже что у всех шмоток типа велик ну там плюс минус одинаковый и именно у текстер клаки он там просто запредельно формат допустим 60 50 60 58 настолько настолько эта шмотка вот сильных будет в пабликах и так далее но и мне нравится что он купил refresh мне нравится что у него 3 стопака потому что это реверч это counter у нас ну и шадов демон подсейв шикарный марс арена дп подрубает как раз экзорцизм подрубает бкб и пошла вперед с ней очень сложно что-то поделать она бкб обновила пошла у нее экзорцизм будет еще один ну и теперь вк это главная цель вк очень важно сейчас забрать а в принципе больше целей практически не осталось потому что три героя уже в таверне вк отправляется в таверну без ббк как вы понимаете дп будет работать экзорцизм еще очень долго так что чуть ли не второй байбеков нет я бы шел в трон они делают одно аппарат и даже не успел прошла вторая ульта но все все сейчас доедают в сторону в центре но все я бы шел в трон но я знаю что я бы шел они не знают но все равно идут теперь я думаю что уже догадываются потому что слишком жестко good game well played и best coast как мне кажется достойно проводят эту карту эту в принципе серию с первой возникли определенного рода проблемы рассчитывали слишком сильно на тб но вторая и третья все расставили по местам я в принципе так и думала что они посильнее первая конечно карта удивила короли в принципе тоже молодцы попытались но вот эта карта конечно 1.11 дк причем такой рано появившийся по драфту самое страшное как по мне когда ты видишь драфт что у тебя 24 закрывающий и ты показал трех коров до того как у тебя этот последний пик приехал потому что зачем тебе ласпик если ты берешь в него аппараты кого-то удивил что ты закрыл то есть они не решали никакие вопросы 23 появилось дп и в любой другой игре можно было бы что-то придумать героя которого съемник антрил кто-нибудь здесь всего этого не было и вот дп как стартануло так и закончили 12-2-10 запредельный урон посмотри просто дэмэдж у королей лучший урон в команде 16 тысяч у вк здесь 34 настолько он плотно развален в два раза не много не много не мало просто в два раза такие вот дела да мы получается на сегодня закончили получается что ребята с бескост вот в этой запредельной по нокауту страстей катки захватывают себе преимущество и выходят с третьего места вместо четвертого в принципе неплохо ну и вообще дпс сезон ну по крайней мере такой этот основной закончился много на самом-то деле интересных игр было и не очень Южная Америка честно говоря все равно пусть там многие ругают этот регион постепенно развивается надеюсь что появляется у нас больше и больше каких-то хороших организаций я про северную вообще молочу там с организациями совсем беда ну и это грустно честно говоря но да ладно да на сегодня мы закончили всем большое спасибо кто нас смотрел мы к вам еще вернемся но пока именно в рамках дпс Южной Америки у нас будет перерыв всем хорошего вечера и тебе спасибо Митя да пожалуйста давай пока пока